Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Животных тоже будет. Так, ну для начала, не знаю, наверное, с нового начнем. Это будет у нас Димитродон. Так, куда бы его поместить, мне интересно. К хищникам куда-нибудь сюда. Вот так вот. Черно-криво как-то стоит. А, нет, нормально. Так, Димитродон. Так, ну собственно говоря, вот такой у нас Димитродон в игре получился. По-моему, очень прикольно. Только не нравится мне что-то получается. Вот на пару всего у него какая-то фиолетовая такая полоса. Ну, мне как-то не смотрится, по-моему. Просто вот черную оставили бы. Не знаю, зачем это. Фиолетовую добавили. По сути, выглядит довольно хорошо. То есть... Здесь его сделали действительно похожим на... На того, кем он является. А потом некоторых животных как-то переделывают. Тут и хрен пойми, что кто это такой вообще. Допустим, тот же Алазавр. Ни жизнь бы не догадался. Так, ну значит, Димитродон это синапсид. То есть, зверообразная рептилия. Он обитал в Пермском периоде 280-265 миллионов лет назад. Вот. Длину достигал от 3 до 4 метров. Весил где-то 250 с лишним килограмм. В отличие от других животных, которые обитали как бы... В этом периоде. Там всякие амфибии или дицинодунты какие-нибудь. Вот. Димитродон, он имел два типа зубов. Резцы и иглыки. С помощью которых мог убивать, собственно говоря, и пережевывать пищу. И что делал его самым, грубо говоря, продвинутым хищником своего времени. Но и судя по размерам, он тоже был самым крупным хищником своего времени. И охотился на любую добычу, которую только мог поймать. Было найдено от 12 до 13 видов димитродонов. И был он обнаружен в 1878 году. Первый окаменелся димитродонов. Ну, значит, считали, что молодые животные обитали там у каких-то эстуарей, там водоемов каких-то. А более крупные там в лесах и на равнинах. А изображение димитродона в пустыне считается неправдоподобным, так как эта рептилия не смогла бы выжить в засушливых районах. Наиболее сейчас вот достоверное предположение, это то, что димитродон, он все-таки около водоемов жил и охотился там на примитивных акул и амфибий, там какую-нибудь крупную рыбу, что-нибудь такое. Собственно говоря, вот все, что можно пока что-то такого дико интересного про него сказать, можно его покормить. Ну, способ кормления у него такой же, как и у Афиакадона. Так, сейчас. Да и шипение то же самое. Так, а как ты огрызаешься? Ммм, довольно забавно. Так, ну теперь давайте немного пробежимся по тем, кого можно улучшить. Допустим, Бонитозауру. О, с первого раза вообще шикарно. Ой-ой-ой, слава богу. Это потом мы сделаем, когда у нас прозуролов появится. Ну, значит, вот такой у нас будет Бонитозаура на 40-ом уровне эволюции. Вот ее статистика такая уж. Ну, много денег дает, действительно. Сам по себе это слабый динозавр. И вообще вот этот гребень ему добавили. Прямо такие острые шипы, прям вообще пипец. Цветовая гамма такая. Прямо, не знаю. По сути, он должен как-то скрываться от хищников. Но вот этот вот мутант, грубо говоря, он от них не скрывается. Он просто показывает, где он находится. Просто себя выдает, грубо говоря. Да, ну вот как-то так. Так, дальше у нас будет Галимил. До 20-го уровня его улучшим. Так, ну теперь, значит, он полностью поменял окрас. Теперь у него полоски вот такие появились. Вот. Да. Ну, собственно, цвет поменялся там с какого-то серого. А вот этот синий. Да. Ну, так ему больше идет. Хотя, конечно, это если игра по фильму сделана, то он должен быть просто зеленым. Как фильме, и чешуйчатый такой. Ну, здесь он так, чешуйчатый. Чешуйчатый я имел в виду, что без оперения. А то обычно его где-то с оперением рисуют. Если он по фильму сделан, эта игра, то без оперения должен быть он. Так. Дальше переходим. К-то динозавру. Тоже до 40-го уровня его прокачать можно вроде как. Ух ты, ё-моё. Нифига себе. Офигеть. Если у него до этого были просто какие-то костные пластины, знаете, то теперь это чисто шипы, реально. Шипы просто торчат. Если бы такие были-то дзингозавры, они бы, наверное, не вымерли никогда. Ну, в смысле, вымерли бы, скорее всего, но, блин, от хищников защита была бы просто неимоверная. Особенно вот с этой вот таким-то гамазером на конце хвоста, блин. Как палец, а реально такая с шипами булава просто. Вот один удар таким хвостом, и всё, и прокол это всё, что можно, мне кажется. Офигеть. Свет, по сути, не сильно поменялся от предыдущего раскраса. Может, он просто светлее стал. Просто вот эти вот шипы, блин, добавили везде. Но статистика тоже так себе. Это всё-таки обычное животное. Да, так. Удивляют эти разработчики мне. Как им в голову только приходят таких животных, где рисовать просто. Так, можно терезинозавра до 20 уровня улучшить. Так, ну-ка, и чек этот вышло. А, ну, тоже всяких пятен добавили ему. Такое ощущение, что ему тут даже сбрили шерсть. Он теперь такой облизлый какой-то. Или это просто, ну, как шерсть. Протоперия ему вот эти вот. Такое ощущение, что их тут обрезали. Да, реально. Может, я раньше этого не замечал просто, или мне? Не знаю. Ну, нижняя часть тела вот такого светло-бирюзового, даже голубого цвета. Когти даже светлее стали. Ну, много здоровья, мало атаки. Таких животных я не особо люблю. Мне нравятся, которые большая атака. Так, сейчас. Сарказуха еще можно улучшить. Теперь будет мощная амфибия у нас. Ну, как амфибия? Земноводная рептилия, скорее. Кстати, вот этот класс, вот этот значок, вода, нет, не туда зашел, но не туда. Вот, он означает не амфибии, ой, нет, вот здесь вот написано амфибии, это наши русские так перевели. На самом деле, в английском что-то amphibians, это означает не амфибия, скорее, ну, не 100%, а амфибия, там же много в английском языке одно слово может означать, ну, переводы много разных. Вот, еще один перевод это то, что они, как бы, земноводные, то есть, допустим, крокодил, он же не может без воды все равно, и он, по сути, является земноводным. То есть, он рептилия, но, по сути, без воды он не может, как бы, знаете, вот в таком плане. Именно поэтому всякие там нундазухи, капразухи, вот, сарказухи, они все и отнесены к этому классу. По сути, нужно отдельный класс создавать, знаете, как, не знаю, рептилии какие-то просто, и вот, ну, решили не заморачиваться и всех вот сюда запихнуть. Так, ну, вот полосы по бокам тела появились, на спине они тоже видны, то есть, она вот так вот дугой идет, грубо говоря, теперь он более темный, более темно-серого такого окраса, на пузе вот такие точечки появились, ну, как на пузе, на самом-то пузе нету, вот по бокам тела именно, это выгодно. Ну, скажем так, гораздо лучше, чем первоначальный окрас, первоначальный мне вообще не нравился. Отлично. Теперь можно миссии какие-нибудь повыполнять, если у меня получится. Это всемирное событие, я в нем не участвую, мне как-то не дико нравится, если честно. Так, что от нас хочет? Добрый вечер, мы с вами толком не знакомы, так, что хотел представиться. Вы ведь Вик Хоскинс, так? Занимаетесь всякими секретными проектами, я видел ваши имя в списке руководителей. А вы проницательны, послушайте, я по делу, вы могли бы мне помочь. Боюсь, у меня сейчас нет времени, мне нужно вытащить всех техников из баров и магазинов на главную улицу, боюсь, у нас проблема. Проблема моя специальность, пройдусь с вами. Спасибо. Как я уже упоминал, вы могли бы мне помочь проверить одного человека? Думаю, вы о нем слыхали. О ком вы? Он один из наших дрессирует рапторов, Оуэн Грейди, знаете его? Да, он иногда заходит в офис. Надеюсь, он ничего не натворил? Нет, нет, что вы, простая проверка, это обычное дело для компании. Считайте себя помощником шерифа, услышите что-нибудь об... Оуэне, дайте шериф узнать, хорошо? Разумеется, мистер Хоскинс. Ловари, немецкие журналисты жалуются, что сигнал все еще прерывается. Я думал, ты решил эту проблему. Стараюсь как могу, и мне нравится, что я делаю. Тем фиговее для них, я буду работать как привык. Если ты не сделаешь так, чтобы у них все заработало, на одного тебя будут десятки разгневанных журналистов. Окей, понял. Может, скажешь нашим яйцеголовым, чтобы они меня клонировали? Пизод 14 наверху и снизу. Мне кажется, или звук пропал. Да, звук пропал. Странно. Отличная территория, картослава, уровень схватки 32. Набор карточек. Сейчас посмотрим, что нам со звуком. Так, все, я исправил, звук есть. Ой, не то сделал. Ой, да пофиг, ладно. Так, у нас новый уровень. То есть, я так понимаю, помимо вот этих всех... Ну, птерозавры я не буду сражаться, потому что у меня нету редких и суперредких птерозавров, ну, мощных, чтобы я мог там их использовать. А вот чудовища глубина ради редкого набора, они мне сейчас не шибко нужны. Если бы что-то покруче, вот за картосавра сразиться можно. И перед этим давайте миссии посмотрим. Как вы наверняка знаете, до введения яйцеклета клонированных динозавров нам нужно найти суррогатных матерей, чтобы они отложили яйца. Мы собираемся перепробовать всех кандидатов, чтобы определить, кто годен, а кто не проходил отборочный тур, скажем так. Не проходит. Сегодня в лаборатории полно журналистов со всего мира. Пора показать им плоды наших трудов. Три украшения вокруг травоядного. Да, пожалуйста, у меня этих украшений хоть что-то поешь. Так, чтобы такое вот поменьше. Поставить. Да, надо новое строение, все это уже показывать. А, во, костер же новенький появился у нас. Не хочешь приближать никак? Но я же знаю, что ты можешь. Давай, во. Такой костер у нас анимация сделана просто. Так, еще что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Парк земля, допустим, тот же. Так, а из новеньких-то ничего нет, кроме вот этого костра. Что вы его... Я вам такого не показывал. Кратер с лавой. Вроде я показывал. Вон, давайте посмотрим. Там просто магма такая в кратере и все. Ну, ладно, здесь тогда можно парк земля. Земля. Так, в порядке очереди, мы заранее был. Ладно, Симон, пора. Команда разговора на час ждет вас на верхушке башни. Помните все вопросы и упражнения, которые мы проходили? Да. И вы запомнили все, что нарыла Зара? Запомнил. Не торопитесь, отвечайте на все вопросы медленно. Клэр, я не буду торопиться. А потом поторопитесь сбежать оттуда. 5000 монет солнечной станции. С хищника бонусов 16% и выше. А у меня есть солнечная станция? Есть, я же помню, вот ставил. Хищник, я тебе не нужен, который такой высокого уровня. А, с бонусом 16% и выше. Удачи, мистер Мазар, не уверен, вы справитесь. Спасибо, надеюсь, первое интервью удастся, весь мир смотрит. Дзинь-дзинь. Головной офис мира юрского периода. Зара, слушай, чем могу помочь? Зара, привет, это Оуэн. Я ведь тебя не отвлекаю? Нет, все по тем, что случилось. Дядя сказал, что недавно отправлял мне письмо, не приходило к кому-нибудь письма с инициалами УВ. Письма? Нет, к нам точно нет. А что значит УВ? Управление по делам ветеранов правительства США. Я же на флоте служил до того, как стал работать с хищными динозаврами. Ах, да, я нашла факт на твое имя, это не то? Да, вполне возможно. Спасибо, я забегу за ним в офис. Четыре крушения вокруг травян. Да ты издеваешься. Из динозавров столько сарей собрать, офигеть. Зак, у меня все шорты грязные, даже ботинки, похоже, попало. Мы можем остановиться? Ладно, давай, иди помочь, только быстро. Солнечный стой, ты издеваешься. С птеродактиля Аланка? Пожалуйста. Пожалуйста. А, да, я же из нее гибрида сделал, я хотел построить, почему там. Еще одну солнечную станцию? Да ты издеваешься, братан. Ну ты где, вот она, вот, вот она. Тут вы гоните, опять звук пропал. Что он пропадает-то сегодня, я не знаю. Так, ладно, продолжаем. Солнечная станция пусть сделается. Четыре украшения круг травян. Столько сарей собрать. Ну не знаю, посмотрим сейчас. Неужели я, что сотни уже собрал? Да, офигеть. Тогда можно выполнить, пожалуй. Солнечных часов у меня дофига просто. Все удевать некуда. Там же три надо, да? Четыре точнее. Отлично. Хоскинс, слушаю. Кто это, говорите? Это Зара, личный помощник. Клэр, мы вчера встречались. Ах, да, Сара, чем могу помочь, моя дорогая? Ну, вы сказали мне сообщать вам, если Оуэн Греди будет в офисе. Я, кажется, что-то нашла. Ах, ты сдала его, да? Какому-то шерифу. Так, это все убираем. Так, Хоскинс, что тебе надо? Время для еще одной схватки. А, ну, конечно, ты уже проиграл. Все, будет тридцать третий уровень. Мне, да, придется вот ждать, ждать, ждать девять часов. Ну, я, конечно, мог бы ускорить, но у меня смысла нет. Длинное видео делаю, там, дофига, миссий всяких. Вот это я все не хочу. А вот за коритозавра я, пожалуй, хочу сразиться. Так. Как-то так. Не знаю, победю ли я. Может, и нет, кстати. Да вы гоните. Ладно, я какую-нибудь музыку ставлю, у меня что-то со звуком произошло, но видео надо закончить. Уж извините за эту фигню. Не знаю, что такое, пробовал исправить, не получается. Бесит меня вот эти вот неожиданные перебои. Блин, бесит ужасно. Так, надеюсь, ты сейчас меня уничтожишь, да? Ах ты жжу, какое. Ладно, ну что-то одна, ну а что-нибудь придурно. Сейчас, допустим, птеродактиля возьму. Да. Что ты можешь? Ведь я на два удара могу понести, но пока сохраню энергию. Ну и ты одну применил, да, атаку? Так, а мне тогда тебе на три надо, да? Раз, два, три. До свидания. Так, вот сейчас тут же с колаборинком разберемся. Что, у него 9, а он сменит, а я решил сменить. Что-то, да? Серву, ну что же сейчас? Так, у него было 3, ну что-то 2, ну что-то 2, ну что-то 3, было 3 опять. Давай сюда. А зачем? Ну, уже был просто драйон, не знаю, зачем я это сделал. Странно вышло, конечно. Что-то игра подводит меня сегодня. Ужасно подводит. Почему ты один-то делаешь? Турек. Турек, что ли? Все, прощай. Ничего не обещай. Отлично отбил. Ура, 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 ура. Новый каритозавр у нас есть, это значит, что можно его до 30-го прокачать. Видите, вообще отсутствие звука, вообще не знаю, что происходит. Кошмар какой-то. Кстати, ну да, это, наверное, будет лишним сказать, что сейчас вы можете выиграть, ну как выиграть, выкупить в ВИП-магазине Кинодуса. Я все приобрел, не беспокойтесь, скоро в будущем увидите. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Проношу извинения за технические неполадки. С вами был Дарт Сидиус. Увидимся в следующем видео. Посмотрим на новое эксклюзивное животное, или как его назвать, а ВИП-животное. Таникулы Греус называется. С вами был Богдан. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok